На фасаде элитной круглой школы большими буквами выложена аббревиатура ОЛГ. Одинцовская лингвистическая гимназия, так теперь называется школа, ставшая с этого года муниципальной. Быть ее учеником считается престижно. 130 нарядных первоклассников в сопровождении родителей пришли на свою первую линейку, в то время как в прошлом году их было всего 90. Увеличение количества учеников связано с изменениями, прошедшими в школе. Всего в этом году в гимназии будет обучаться около тысячи детей. Самое главное, что наш класс вместе и мы все все равно будем стоять, друг за друга учителя все остались, это очень приятно, мы уже привыкли к ним. Я думаю, что все будет нормально в этом учебном году. Конечно, что-то изменится и мы надеемся, что перемены будут в лучшую сторону. Я очень рада, что я снова пришел в школу. Всегда для меня то, что 1 сентября это праздник. И мне очень хочется побыстрее начать учить. Я готова к учебному году, я очень люблю школу, я люблю своих одноклассников, у меня хорошие отношения, мне нравится, что все меня любят. Я очень люблю различные такие праздники. В День знаний с особым визитом в гимназию приехала министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова. Она торжественно вручила директору важный документ, связанный с новым статусом гимназии – лицензию. Теперь осталось пройти аккредитацию. Это огромный был проделан труд, чтобы вы зашли в эти стены сегодня. И, конечно, я хочу выразить признательность и славу благодарность, Елена Васильевна, вам лично, вашему коллективу за эту работу, вручить вам лицензию, пожалуйста, на образование. Стоит отметить, что в обучении детей основной уклон делается на изучение иностранных языков и русскую словесность. Здесь преподают четыре иностранных языка – английский, немецкий, французский и испанский. Если раньше ученики с пятого класса могли выбирать, изучать им один язык или два, то теперь второй иностранный язык является обязательным элементом школьной программы. После поздравительной части начался школьный концерт, прозвенел первый звонок. Музыкальные и танцевальные номера настолько оживили зал, что многие ребята даже включили фонарики на своих гаджетах, тем самым поддерживая артистов. Все получилось, потому что дети счастливы, родители довольны, некоторые со слезами на глазах, в том смысле, что это трогательно, когда дети идут в первый класс особенно. Довольны все, и это самое главное. Улыбки, шары, музыка, цветы. Мне кажется, все состоялось. И в завершение дня знаний всех пригласили на крыльцо школы, где состоялся интерактивный флешмоб. С помощью разноцветных шариков старшеклассники выстроились в композицию, аббревиатуру гимназии, и в одно мгновение отпустили их в небо. Старт учебному году дан.